К другим темам. Тверской Росреестр полностью отказался от бумажного документа оборота, в том числе в работе с МФЦ. Цифровизация проходит в рамках проекта «Стоп-бумага». Что это означает для тех, кто решил обратиться в ведомство? Об этом рассказал руководитель регионального управления Росреестра Николай Фролов. Тем продолжит наш корреспондент. Теперь, чтобы зарегистрировать права собственности, поставить на кадастровый учет или выполнить другие сделки с недвижимостью, жителям региона необходимо обратиться в филиал МФЦ, сотрудники которого передадут в Росреестр не бумажные документы, а их электронные копии. Как рассказывают в ведомстве, переход на безбумажный документооборот между МФЦ и Росреестра позволит сократить сроки предоставления услуг. Кроме того, сотрудники МФЦ теперь вправе отказать в приеме документов на совершение сделок с недвижимостью. Первое. Подано неуполномоченным лицом. Это лицо подало документы, если самостоятельно, но отказалось предъявить документ, удоставляющий личность паспорт, соответственно, или по доверенности отсутствует доверенность или у лица, подавшего документы. Второе важное основание – это наличие потирок и подчисток и неоговоренных исправлениях в поданных документах. В связи с переходом на электронный документооборот штампов на документах больше не будет. Так передача собственности будет удостоверяться выпиской из ЕГРН. На договор о купле-продаже, дарении или участие в долевом строительстве никакие регистрационные надписи больше наноситься не будут. Исключением станут лишь закладные. Единственным доказательством осуществления регистрации права, перехода права, обременения прав будет выписка из ЕГРН. В котором будет в том числе указываться и регистрационная запись, которой было принято решение о государственной регистрации или кадастровом учёте. Напомним, что выписка из ЕГРН – бессрочный документ. При новой сделке необходимо будет заказать выписку на дату подписания договора. Также теперь нельзя отправить в Росреестр заявление о кадастровом учёте или регистрации прав по почте. Эти услуги отныне предоставляются через МФЦ.